Российские волейболисты на домашнем этапе Лиги Наций выиграли все матчи. Итальянцев хватило на один сет. Несмотря на то, что к очной встрече команды подошли с одинаковыми показателями, по 4 победы в 5 матчах, результат в какой-то степени был предсказуем. Все же сборная России играла дома, играла хоть и не в оптимальном, но близком к этому составе. Да еще и все игроки после короткого отпуска постепенно набирают форму. Итальянцы в Уфу привезли состав, в котором не было ни Османи Хуантарины, ни Ивана Зайцева, ни Филипп Ланци, ни многих других. Но те, кто прилетели в столицу Башкирии, успели обыграть на российском этапе сборные Португалии и США. И были, откровенно говоря, близки к успеху и в первом сети матча со сборной России. До счета 8 к 8 ни одной из команд не удавалось как-то обозначить преимущество, но затем пошла серийная игра. После технического перерыва Итальянцы рванули вперед, вынудив Томаса сами Льву взять тайм-аут. Перерыв на нашу сборную подействовал, пару очков удалось отыграть, причем одна за счет фантастического блока Виктора Политаева, который в высоченном прыжке полностью вытянул руки над сеткой на сторону соперников. Однако ко второму техническому перерыву сборная Италии вела уже 5 очков. Как раз в этом момент главный герой финала чемпионата России вышел на подачу. Политаев просто выбивал итальянцев с приема, и лишь собственная ошибка не позволила ему вывести российскую команду вперед. Но счет к тому моменту был равный, игра пошла на больше-меньше. В концовке вновь блистательно проявил себя Политаев, и в атаке, и на блоке, а итальянцы чуть поплыли. Наставник сборной Италии Джон Ларенцо Бленгини даже поменял своего основного диагонального Габриэля Нелли, выпустив Джулия Пинали, но это помогло нашим соперникам лишь затянуть партию, но не спасти ее. Две следующие партии прошли под абсолютную диктовку сборной России. Бленгини тасовал состав, искал сочетания, которые могли бы затянуть игру, но все было бесполезно. У итальянцев получались лишь отдельные эпизоды, тогда как россияне поймали удобный ритм и играли без излишнего напряжения сил. В концовке второй партии двумя шикарными подачами отметился Волков, причем вторая из них была настолько близко закручена к сетке, что итальянцы даже с места не тронулись. В концовке третьей партии, когда у сборной Италии присели на скамейку практически все игроки нынешней основы, включая связующего Симони Джанелли, сами Львую выпустил на площадку вместо Волкова доигровщика Федора Воронкова, который в следующем сезоне будет выступать в составе Казанского «Зенита», а прошлый провел в Самарской «Нове». Для Воронкова это был дебют в национальной сборной. И он активно поучаствовал в концовке, и в атаке, и на блоке, и на подаче, и в защите сыграть успел.